Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвету, склоны поезды. Уже принято, уезжаем. За минувшие сутки в городе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало столько же человек. В 7 часов вечера авария с тремя пострадавшими произошла на углу бульвара Кунаева и улицы Шаяхметова. Здесь столкнулись автомашины Volkswagen Passat и Mercedes-Benz 220. Как рассказали очевидцы, Mercedes-Benz ехал по бульвару Кунаева по направлению к улице модели Хожа, а Volkswagen выезжал на перекресток с улицы Шаяхметова со стороны пожарной части номер один. Столкновение произошло в момент смены сигнала светофора, когда Mercedes проезжал на мигающий зеленый свет, а Volkswagen сворачивал направо, не дождавшись полной смены сигнала светофора. От сильного удара Mercedes врезался в крыльцо супермаркета «Евромаг» и снес светофорный столб. В результате аварии три человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Как рассказывают местные жители, аварии происходят здесь регулярно, чему способствуют зеленые насаждения, высаженные по разделительной полосе. Время об этом говорить. Каждый проезжающий аварийный. Каждый день? Почти каждый день, ребята. Ну это же невозможно. Вот эти елки надо срезать. Они при повороте не просматриваются дороги. А вы видели эту аварийную? А? Эту аварийную видели? Эту нет. Я просто сейчас из окна увидела, что скорая подъезжала и повышала. А так почти все время. Вот эти елки, посмотрите, вот это начало, оно не просматривается дорогой. Через несколько минут после ДТП на место происшествия приехали дознаватели административной полиции, которые сейчас выясняют все причины этого происшествия и степень вины водителей. А спустя полчаса еще одно ДТП произошло на проспекте Турара-Рыску. Возле колледжа МВД. Здесь столкнулись сразу пять автомашин. Toyota Camry 25, два Volkswagen Golf, Nexia и ВАЗ-2110. Как рассказал водитель Тойоты, двигавшийся впереди этой колонны автомашин, подъезжая к светофору на разрешающий сигнал, перед его автомашиной на красный свет на дорогу выбежал пешеход. В результате чего ему пришлось экстренно остановиться. А уже через секунду в его автомашину врезался Volkswagen Golf, водитель которого не соблюдал дистанцию между автомашинами. По этой же причине врезались и последующие автомобили. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, но автомашинам нанесен материальный ущерб. Кто его возместит, сейчас выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. КОНЕЦ Третье ДТП, зарегистрированное в эти сутки, произошло на трассе Шимкен-Ташкент в 11 часов вечера, недалеко от автобазара Аргымак. Здесь столкнулись автомашины Deo Nexia и Opel Vectra. Оба автомобиля двигались во встречных направлениях. Nexia в сторону города, а Opel ей навстречу. Как рассказал водитель Deo, двигаться мешал дальний свет фар встречных автомашин. Я ехал в Черняевке, и меня сильно слепили автомашины, ничего не было видно. Я ехал по своей полосе, и вдруг прямо на меня вылетает машина. Я нажал на тормоз, и меня стало вести в сторону. Я еле удержал руль. Потом услышал сильный удар, моя машина проехала еще несколько метров и остановилась. Скорость у меня была небольшой, где-то около 40 км в час. Молодой водитель Opel Vectra, в свою очередь, рассказал, что также ехал на небольшой скорости, двигаясь в Сарагашский район. И также неожиданно перед ним возник встречный автомобиль. Я ехал прямо, и вдруг увидел перед собой фары. Машина на очень большой скорости ехала по моей полосе прямо мне навстречу. Я стал уходить от удара и повернул в сторону руль, но уйти не удалось. Раздался сильный удар. Мотор сразу перестал работать, и я, проехав несколько метров, остановился. К счастью, удар встречных автомашин оказался касательным. Лобового столкновения и тяжелых травм водителям и пассажирам удалось избежать. Пролетевшая «Нексия» зацепила переднее колесо Opel, вывернув его наружи и нанеся еще массу повреждений. Через полчаса к месту происшествия приехали родственники молодого хозяина Opel, и между оппонентами вспыхнула перепалка, суть которой сводилась к обоюдным обвинениям в совершении ДТП. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, но автомашины понесли существенный урон. Чья страховая компания его возместит и кто виновен в этом ДТП, сейчас устанавливают сотрудники административной полиции.